Параграф 16. Африка в 19-м начале 20-го века. Африка к началу 19-го века. По характеру степени развития в Африке выделялись две большие зоны. Наиболее развитым был ее север. Он издавна участвовал в культурном и экономическом обмене стран бассейна Средиземного моря. Здесь находились крупные исламские арабские страны. Египет, Алжир, Марокко, Триполитания. Южнее за Сахарой начинался другой мир. Мир черной экваториальной Африки. Тяжелый климат, множество опасных болезней, тропические леса и скудные почвы не позволили местным племенам достигнуть высокой ступени развития. Некоторые из них вели жизнь людей каменного века. Подобия государств чаще возникали на океанических побережьях. На берегу Атлантики периодически появлялись империи, государственные образования, объединявшие множество племен. Одним из самых крупных и воинственных являлось государство Ашанти, сражавшееся с проникшими в этот регион англичанами на протяжении всего XIX века и нанесшее им ряд чувствительных поражений. Восточная часть Африки была гуще заселена и в экономическом отношении более развита, чем западная. Здесь находилась одно из самых крупных государств южнее Сахары – султанат Занзибар. Хотя именно в Африке еще в XV веке началась история европейского колониализма. Вплоть до XIX века эта страна мало привлекала европейцев. К началу XIX века в Африке проживало лишь около 25 тысяч европейцев, причем большая часть в Капской колонии на юге Африки. Слабо изрезанная береговая линия Африки, а также небольшое количество островов и судоходных рек делали ее не очень удобной для освоения. Сам континент тоже не выглядел особо привлекательным. На севере и юге пустыни Сахары и Калахари в центре непроходимые тропические леса, повсюду довольно скудные почвы. Из-за малярии и желтой лихорадки и других тропических болезней Африка имела славу могилы белого человека. К тому же продвигаться вглубь не было особой необходимости. Слоновую кость и рабов европейские торговцы получали через свои небольшие опорные пункты на побережье. Открытие Африки. Завоеванию Африки предшествовало ее изучение. Рискуя жизнью, смельчаки годами путешествовали по неизведанному континенту. Одним из них был немецкий исследователь Судана Барт. Под видом арабского ученого он за пять лет пешком и на лошади преодолел 18 тысяч километров, выучил семь местных языков и составил полное описание Судана и его народов. Особенно важными были исследования трех великих американских рек – Нигера, Нила и Конго. Поскольку именно реки чаще всего служили средством проникновения европейцев в заморские земли, главной загадкой являлось течение Нигера. Оставались неизвестными его истоки, а главное, куда исчезает текущая с запада Африки на восток огромная река. Одни предполагали, что она пересекает весь континент и соединяется с Нилом. Другие, что Нигер, впадает в огромное озеро. На рубеже 18 и 19 веков шотландский путешественник Парк первым из европейцев приступил к изучению Нигера, в конце концов стоявшему ему жизни. Лишь к началу 1830-х годов после многочисленных путешествий стало известно о петле Нигера, крутом повороте, который делает река, чтобы через более чем 2000 километров донести свои воды до Атлантического океана. Тайна Нигера была раскрыта, однако загадка истоков Нила потребовала еще больше времени и усилий. Именно ее разгадке посвятил свои последние путешествия Ливингстон. Этот шотландский миссионер был самым известным исследователем Африки. Он почти 30 лет путешествовал по огромному континенту. Совершил множество открытий и стал первым европейцем, пересекшим его с запада на восток. Но отправившись на поиски истоков Нила, опытный путешественник неожиданно исчез. Весь мир следил за газетами, за поисками Ливингстона, на которые отправился журналист Стэнли. Отыскав тяжело больного Ливингстона осенью 1871 года, Стэнли, невзирая на то, что вокруг на тысячи километров едва ли нашелся бы один белый человек, все же не отступил, отправил приличие. Он приподнял шляпу и приветствовал путешественника легендарной фразой «доктор Ливингстон», я полагаю. Ливингстон умер спустя два года, так и не узнав, что загадка истоков Нила к этому времени была уже практически разгадана. За два десятилетия до конца 1850-х годов путешественники установили, что Нил берет начало в речной и озерной системе восточно-африканского плоскогорья. Стэнли вошел в историю не только как спасатель Ливингстона, но и как исследователь речной системы Конго. Однако в предпринятых им в 70-80-е годы XIX века с этой целью экспедиции на первом месте стояли уже не столько познавательные, сколько колонизаторские коммерческие задачи. Покорение Африки было к этому времени в самом разгаре. Покорение Северной Африки. В 1830-е годы Франция начала завоевание Алжира, правитель которого формально считался вассалом турецкого султана. Поводом явилось оскорбление действий, нанесенное французскому консулу местным правителем. Легкий удар веером. Вскоре тысячи французов получили там земли, притеснив местное население. Алжир стал главным опорным пунктом Франции в Африке, с которого можно было как продвигаться вглубь континента, так и распространять свое влияние по Средиземноморскому побережью. Самой крупной и богатой страной в Африке являлся Египет, управлявшийся наместниками султана. Особую известность среди них получили Мухаммед Али, 1805-1849 года. Он провел земельную реформу, перестроил армию по европейскому образцу, пытался развить местную промышленность. Неоднократно воюя против султана, Мухаммед Али добился фактической самостоятельности Египта, а также распространил свою власть на Судан. Однако внутри страны при его преемниках росло влияние европейцев, строивших фабрики, железные дороги и наводнивших Египет своими товарами. Англия и Франция претендовали на Египет еще с похода Бонапарта в 1798 году, когда он разгромил египтян в легендарной битве при пирамидах, но потерял флот, потопленный англичанами. В турецко-египетских конфликтах 1830-1840 годах Франция поддержала Мухаммеда Али, вопреки Англии, выступившей на стороне султана. Сооружение в 1869 году под французским руководством Суэцкого канала, казалось, вывело Францию вперед, но в 1875 году англичанам удалось выкупить контрольный пакет акций канала и приобрести решающее влияние. Участие в строительстве Суэцкого канала и нерасчетливо взятые займы в 1876 году привели Египет к банкротству. Для выплаты долгов учредилась специальная комиссия во главе с французами и англичанами, которая контролировала финансы страны. Недовольные египтяне создали партию Ватан во главе с полковником Араби, который в 1881 году совершил переворот, изгнав иностранцев. Но в 1882 году англичане силой подчинили себе Египет. Власть наместника стала чисто формальной, фактически же Египет превратился в английскую колонию. В 1881 году Франция установила протекторат над соседним Солжиром Тунисом. Постепенно все большую зависимость от Франции попадала Марокко. Таким образом, к началу XX века почти все государства Северной Африки, кроме Турецкой Триполитании и Ливии, оказались во власти европейцев. Схватка за Африку. Захваты Туниса и Египта дали старт бешеной гонке за колониями. Схватки за Африку. Помимо Англии и Франции, в ней приняли участие Германия, Италия, Испания, Португалия и Бельгия. В результате за 30 лет огромный континент был поделен почти без остатка. Более 16 миллионов квадратных метров с населением свыше 100 миллионов человек попали под власть европейцев. Около третьей Африки принадлежала Франции. Двигаясь из Алжира, а также из своих колоний на Атлантическом побережье, Сенегал, Гвинея, на восток, она создавала огромную единую территорию в северо-западной Африке. Англия владела Нигерией, областями на западном и восточных берегах Африки, а также Египтом на севере и Капской колонии на юге. Ангола и Мозамбик принадлежали Португалии, а часть Марокко и западной Сахары – Испании. У Германии было четыре колонии, в том числе Того и Камерун. Италия получила часть Сомали, а в 1912 году – Ливию. Большим сюрпризом стало появление в рядах колониальных держав маленькой Бельгии, король которой Леопольд II приобрел в долине реки Конго территорию в 70 раз превышающей размеры его собственной страны. Из всех африканских стран независимость сохранили лишь две – Либерия и Эфиопия. Цветок из европейских садов на африканской почве. Создание Либерии связано с борьбой против рабства в США. В 1816 году в США было организовано американское общество колонизации, поставившее целью переселения в Африку освобожденных в США рабов-негров. В 20-х годах XIX века этим обществом у местных вождей на Гвинейском берегу были приобретены более 13 тысяч квадратных метров прибрежной территории за шесть ружей, ящик бус, две бочки табака и другие товары общей стоимостью 50 долларов. Здесь было основано поселение Монровия, названное в честь американского президента Монро. Негры-переселенцы, свысоко смотревшие на африканских собратьев, расширяли свои владения, используя силу и межплеменную рознь. В 1847 году здесь была провозглашена республика Либерия, от латинского «свободный». Либерийцы прибыли из страны, где они не имели никаких прав, где их даже не считали людьми. Теперь же они сами разрабатывали законы и осуществляли их. По свидетельству американского офицера было крайне необычно наблюдать, как эти освобожденные рабы принимали законы свободно, если не сказать умело, обсуждая проблему о правах человека на том же континенте, а возможно и на том же самом месте, где их предки были проданы в рабство. Своё государство переселенцы построили на передовых для того времени демократических принципах Европы и Северной Америки. Это была попытка применить в Африке теории общественного устройства, сложившиеся на других континентах. Статьи Конституции Либерии провозглашали равенство всех людей и их неотъемлемые права – право на жизнь и свободу, безопасность и счастье. Устанавливались принципы верховной власти народа, свободы вероисповедания, собраний, судоприсяжных, свободу печати. По образному выражению одного автора, на африканскую почву пересадили цветок из европейских садов. Либерия сумела отстоять свой суверенитет. Её руководители умело использовали противоречия между Англией и Францией. В результате страна избежала прямого порабощения, но от экономического закабаления ей спастись не удалось. Эфиопия – страна, оставшаяся самостоятельной. В Эфиопии XIX века господствовали феодальные отношения. Наряду с ними сохранялись домашнее рабство и пережитки рода племенного строя. Страна переживала период раздробленности. В 50-х годах XIX века на исторической арене Эфиопии появился Касса – сын мелкопоместного феодала. Обираясь на своих сторонников, он собрал вокруг себя небольшую армию и нанёс поражение правительством отдельных княжеств. В 1855 году Касса провозгласил себя императором под именем Фёдора Теодроса II. С его воцарением начался новый период в истории страны. Фёдору II удалось объединить эфиопские земли и покончить с междоусобицами. Он создал многочисленную и дисциплинированную армию, лишив феодалов права иметь войска. Была реорганизована налоговая система, уменьшены поборы сельского населения и объединены в руках правителя все государственные доходы. Запрещена работорговля, ослаблено могущество церкви. Целый ряд реформ, проведённых в области хозяйственной жизни, способствовал развитию торговли. В страну приглашались европейские специалисты. В это время в дела Эфиопии вмешалась Англия. Подкупив недовольную новым режимом знать, она подстрекала для её на открытую борьбу с тираном Фёдором, а затем в конце 1867 года развязала против него войну. Эфиопская армия была разбита значительно превосходящими её силами противником. Фёдор II, не желая сдаваться в плен, застрелился. Однако победа не принесла Англии желаемых результатов. Ей не удалось укрепиться в Эфиопии. Народ Эфиопии не желал видеть иноземных агрессоров на своей земле. О неудачной попытке Италии завоевать Эфиопию вы уже знаете. В период империалистического раздела африканского континента Эфиопии удалось сохранить политическую самостоятельность. Колониальное господство в Африке. Мотивы проникновения в Африку изменились. Теперь здесь привлекали уже не рабы, так как в первые десятилетия XIX века работорговля во многих европейских странах была запрещена. Отныне речь шла об источниках сырья континента – металлах, каучуки, пальмовом масле. Северная Африка рассматривалась как рынок сбыта европейских промышленных товаров. Уже с середины века стало ясно, что географические открытия в Африке служили не только удовлетворению любознательности. Нигер вскоре превратился в один из ведущих регионов производства пальмового масла – оконга, каучука. Несмотря на то, что из Африки вывозили также хлопок, шерсть, какао, все же львиная доля экспорта к 1913 году приходилась на золото, алмазы и чугун. Колонии находились в разной степени зависимости и управлялись также по-разному. Англичане часто предпочитали использовать уже сложившиеся местные, государственные или племенные структуры, а французы внедряли свою собственную администрацию. В любом случае целью оставалась эксплуатация местного населения. Почти во всех колониях с каждого жителя и его жилища взымались специальные сборы. Во многих европейских владениях в Африке местное население принуждалось к обязательному выполнению определенного вида работ – работа в шахтах, сбор каучука. Иногда формы принуждения отличались крайней жестокостью. Так, в бельгийском Конго человеку, который не выполнил норму по заготовке каучука, отрубали кисть руки. В основе подобных действий лежали расистские представления о неграх, как людях второго сорта. Тот же Стэнли заявлял, что дикари уважают только насилие, силу и смелость. В действительности смелостью иногда оказывалась крайняя жестокость. Такими были, например, действия французских колонизаторов при покорении в последние десятилетия XIX века Мадагаскара. Однако самым кровавым оказалось подавление немецкими войсками восстания Геррера и Готентотов в 1904-1907 годах в колонии Германская Юго-Западная Африка. Убив множество людей, немецкие колонизаторы часть оставшихся семей загнали в пустыню, не позволяя подойти к источникам воды и заставив умереть от жажды. Других, включая женщин и детей, отправили в концлагеря. В результате погибло три четвертых населения Геррера и около половины Готентотов. Это был первый в XX веке случай геноцида массового уничтожения людей по этническому принципу. Как правило, колонизаторы не обращали внимания на состав населения под властным им территорией. Границы служили лишь для определения владений отдельных европейских стран. Чаще всего это были прямые линии, проводящиеся без всякого учета проживания местных народностей. Народы произвольно расселялись и смешивались в различных колониях, что породнило этнические от греческого народ конфликты, некоторые из которых продолжаются до наших дней. Вместе с тем, при всех несправедливостях, чинимых европейцами, их появление в Африке имело и положительные стороны. Закончилась многовековая изоляция континента. Народы, еще недавно ведущие примитивный образ жизни, столкнулись с множеством достижений европейской цивилизации, хотя иногда это было весьма болезненно. Появились школы, распространились современные знания и идеи, которые уже в XX веке помогли африканцам в борьбе за освобождение. Большую роль в переменах в Африке сыграло христианство. В начале XIX века там преобладали различные местные культы, предков, солнца и тому подобное. Север Африки был мусульманским, а Эфиопия – христианской. С одной стороны, насаждение христианства способствовало подчинению африканских народов, но с другой стороны, именно католические и протестантские миссионеры открывали школы и несли знания в самые отдаленные уголки Африки, а также устраивали лечебницы. Колониальное соперничество. Гонка за колониями была чревата конфликтами, иногда их старались избежать путем компромиссов и установки неких общих принципов и подходов. Так, на берлинской конференции по Конго 1884-1885 года предметом обсуждения стал не только дележ территорий, но и установление принципы эффективной оккупации. Отныне колония считалась приобретенной, если европейская страна не просто официально заявляла об этом, а начинала реально ею управлять. Благодаря этому принципу у африканских колоний и европейских государств появились достаточно четкие границы. По мере того, как на карте Африки оставалось все меньше неподеленных территорий, колониальное соперничество обострилось. Главными соперниками по-прежнему являлись Англия и Франция. Англия расширяла свои владения, двигаясь из Египта на юг и из Капской колонии на север. В идеале англичане хотели пересечь своими колониями всю Африку по вертикали. Ярым приверженцем этой идеи выступал политик и предприниматель РОЦ. Однако движение на юг из Египта помешало восстанию в Судане, поднятое в 1881 году религиозным деятелем Мухаммедом Ахмедом. Он объявил себя Махди, посланником Аллаха, который должен восстановить справедливость. Восставшие разгромили англо-египетские войска и создали в Судане мусульманское государство. Это было одно из первых успешных восстаний против колонизаторов в Африке. Но Махди стал покорять население южнее Судана, насильственно навязывая ему ислам. В 1898 году англичане разгромили армию махдистов и продолжили движение на юг. Они старались овладеть всем течением Нила, включая Судан. Если англичане стремились пересечь Африку по вертикали с севера на юг, то французы шли по горизонтали с запада на восток. По всем законам политики и геометрии, эти колониальные векторы должны были пересечься в какой-то точке. Ею стала суданская деревня Фашода. В 1898 году в ней столкнулись английские и французские отряды, что привело к дальнейшему разграничению их владений в Судане. Англо-Бурская война. Вновременно англичане расширяли свои владения на юге. Капская колония у мыса Доброй Надежды, некогда основанная голландской Ост-Индской компанией в эпоху Наполеоновских войн, досталась англичанам. Потомки голландских переселенцев Буры ушли на север и основали республики Трансвааль и Оранжевая. Однако они стояли на пути проекта соединения английских владений на севере и юге Африки. К тому же на их территории были открыты крупнейшие в мире месторождения алмазов. Поэтому в 1899 году Англия начала войну против Бурских республик. Крохотные республики оказались Англией неожиданное серьезное сопротивление. Мужеством буров восхищались во всей Европе. Тем не менее силы были несопоставимы. В 1902 году Трансвааль и Оранжевая потерпели поражение. В 1910 году вместе с Капской колонией они образовали Южно-Африканский союз. Главную роль в развитии Африки в XIX веке сыграло европейское вмешательство, находившееся на очень низком уровне развития по сравнению с европейскими странами. Часто даже не обладая государственностью, народы Африки подвергались прямым и самым тяжелым формам колониальной эксплуатации. Обращение командующего немецкими войсками к народу Геррера 2 октября 1924 год. Я, большой генерал немецких солдат, посылаю это письмо народу Геррера. Геррера больше не германские поданные. Народ Геррера должен покинуть страну. Если народ этого не сделает, большая труба, пушка, заставит. Внутри немецких границ любой Геррера с ружьем или без, со скотом или без него будет застрелен. Я больше не принимаю женщин и детей. Отсылаю их назад к их народу или прикажу в них стрелять. Это мои слова народу Геррера. Большой генерал могучего германского кайзера.